Здание начальной школы номер 12 в Артёмовском, простоявшее порядка двух лет в аварийном состоянии, сегодня полностью восстановлено и встречает юных, будущих артёмовских инженеров-конструкторов в новом статусе. 19-й базовой площадкой Екатеринбургского дворца молодёжи по робототехнике и техническому творчеству. На торжественном открытии побывало огромное количество гостей, среди которых городские власти, представители крупных промышленных предприятий Артёмовского городского округа, управление образованием и, конечно же, особые гости из областного центра. Для начала все прошли с экскурсией по созданным лабораториям технического творчества для знакомства с педагогами и детьми. Лаборатория работодельники и мультстудия. Мультстудия – это волшебная страна. И придумывают героев, и создают они их сами. Выбирают героев, затем они становятся художниками, делают декорацию, становятся режиссёрами, сами фотографируют, звучатся, снимают, редакторами становятся, актёрами, потому что оживить мультфильм нужно быть прежде всего самому актёром. Хоть маленьким, но актёром. И потом уже озвучивание. Мы ещё пробуем, пытаемся, озвучить не успели наши мультфильмы, но мы их закончим. Озвучиваем, и в результате музыка, и готовый мультфильм у нас полностью получился. Намазываешь, берёшь, намазываешь стабилизатор таким вот образом. Смотри. Намазал, да? Да. Смотрите, чтобы это всё было посередине. Иначе он будет заваливаться в ту или другую сторону. А вообще сложно ли это моделировать в программе? Мы не очень ошиблись в знании чего. Мы геометрию, можно назвать, математику. Учёбе не мешает, наоборот, с помощью этого кружка учиться становится гораздо легче. Веду кружок «Вираж». Мы делаем с ребятами модели самолётов, планеров. До недавнего времени ещё делали модели кораблей, катеров. Как простых моделей копий, так и гоночных. Особенно активно. Вот дети в начальных классах. И это очень радует. Перспективы очень хорошие. Далее для гостей была представлена целая программа торжественного открытия. И началом послужило творчество на тематику нового центра. Вот бы мне научиться собирать настоящих роботов. Это, наверное, так интересно. Да, сын, ты прав. Это очень интересно. Я расскажу тебе свою историю. В 80-е годы я работал на Егоршинском радиозаводе. И у нас тоже были роботы по автоматической пайке плат для радиостанции. Но это были совсем другие роботы. Папа, я тоже хочу стать инженером. А как этому научиться? Ну, чтобы стать инженером, надо хорошо учиться в школе. Знать точные науки, математика, физика. Ну и записаться в кружок робототехника. Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности с применением современного оборудования в Артёмовском городском округе на базе муниципального автономного образовательного учреждения Центр дополнительного образования «Фаворит» стала возможной благодаря взаимодействию с государственным автономным образовательным учреждением Свердловской области Дворцом молодежи. Первому поприветствовать всех и поздравить артёмовцев со столь знаменательным событием была представлена честь директору Дворца молодежи Константину Шевченко. Сегодня, конечно, выходит на первый план подготовка по таким специальностям, как, может быть, это специальности будущие, но, тем не менее, это проектировщик роботов, например, для медицины, проектировщиков роботов для социальной сферы. Я думаю, что те дети, которые сегодня пришли заниматься в этот замечательный центр, на нашу площадку по робототехнике, это те будущие специалисты, которые будут создавать роботов как бытовых, так и промышленных. Что говорить о промышленности, там вообще уже полная автоматизация, и робототехника уже, и мехатроника занимает очень крепкие-крепкие позиции. Вот. Я хотел бы всех вас и нас поздравить с этим замечательным событием, пожелать, чтобы это направление детского и технического творчества развивалось. Сегодня мы, безусловно, даем шансы многим детям и профессионально, может быть, сориентироваться, и поучаствовать в соревнованиях. Все-таки соревнования – это тоже такая серьезная мотивация для ребенка. Поучаствовать в соревнованиях областных и в мировой олимпиаде по робототехнике сборной Судовской области уже три года участвует и постоянно улучшает свои результаты. Я думаю, что скоро мы будем находиться для этой призерки, и в том числе благодаря Артемовскому городскому округу. Выразив свои пожелания и личную радость за Артемовский городской округ, Константин Шевченко вручил подарок – ключ главе Артемовского городского округа Ольге Кузнецовой. Ведь благодаря усилиям городской администрации, ее руководству, а также управлению образованием, у детей Артемовского района появился такой замечательный, оснащенный по последнему слову техники, центр. Так, на выделенной администрации 4 миллиона рублей было отреставрировано помещение в центре города площадью 1295 квадратных метров, где разместились 15 лабораторий и кружков, два зала – актовый и спортивный, куда мальчишки и девчонки с удовольствием будут приходить заниматься и развиваться. Артемовский городской округ участвует и идет в ногу со временем, участвуя в программе «Уральская инженерная школа». И я надеюсь, что вот то содружество, то взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, подготовка наших детей, и я надеюсь, что возвращение наших детей на свою малую родину – это все делается для развития Артемовского городского округа и, конечно же, для воспитания нашего подрастающего поколения. Огромные слова благодарность хочу выразить руководителям Дворца молодежи, руководителям Министерства образования, конечно же, правительству Свердловской области и нашему губернатору Куйвашеву Евгению Владимировичу. Низкий поклон, я думаю, Константин Валерьевич передаст от всех жителей Артемовского городского округа. И огромная благодарность именно Дворцу молодежи, мы с ними активно сотрудничаем. Более трех миллионов рублей выделено на оборудование этого центра дошкольного образования. Слова благодарности прозвучали и от начальника управления образования Артемовского городского округа. Мы говорим огромное спасибо Министерству учебного и профессионального образования Свердловской области, Государственному автономному образовательному учреждению Свердловской области, Дворец молодежи, за то, что вы в нас поверили, за то, что вы дали нам возможность развиваться нашим детям и подросткам Артемовского городского округа в более лучших условиях, с более лучшими возможностями. И хотелось бы сказать, что также благодаря проекту Уральской инженерной школы, созданному по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Лакулышева, что дополнительное образование, оно выходит на новый уровень системы образования. И нам хотелось бы верить в то, что, ну, я уже сказала, что вы нам поверили, спасибо вам за это. И в то же время мы надеемся, что в нашем Артемовском городском округе, в нашей системе образования Артемовского городского округа будут еще открываться новые площадки, вот подобно этой площадке, не только в дополнительном образовании, но и в общем образовании, и в дошкольном образовании. Спасибо всем! В ходе торжественного мероприятия своей радостью по поводу открытия такого детского центра, где будут подрастать специалисты технических профессий, поделился и первый заместитель генерального директора Артемовского машиностроительного завода «Винпром» Павел Вяткин. Масса эмоций, вот просто масса эмоций на самом деле. То, что вижу здесь, это есть у нас, и вот прям цепочка четко выстраивается. Ребята от вас идут к нам. Если кто не верит, Александр Андреевич, берите за руки, вейте к нам, проведем, убедим, без проблем. Поздравляю абсолютно. Но слов нет. Поздравляю город, поздравляю вас. Здорово. Стоит отметить, что потоку искренних благодарностей в этот день не было предела. Администрация городского округа выделила достаточно большие средства для ремонта данного здания. Я за это очень благодарен им. Очень оперативно сработали и перечислили это средство. Эти деньги были освоены буквально за несколько недель. И это здание было восстановлено буквально за несколько недель, ну, в месяц. То есть очень оперативно все сработали. За что огромнейшая благодарность Галочке Николаю Ивановичу. Также огромная благодарность управлению образованию, которое помогло оперативно сориентироваться в происходящем, направить нас на правильное решение вопросов, разработать программы. Сегодня, когда очень много внимания уделяется строительству школ и детских садов, а учреждениям дополнительного образования всегда отводилась второстепенная роль, директор областного дворца молодежи Константин Шевченко отметил всю значимость дополнительного образования, которое делает его фаворитом. Это очень важно. Это и из указов президента, и вся политика государственная выстроена таким образом, что в рамках системы дополнительного образования, ну, можно создавать какие-то вещи и делать то, что за рамками формального образовательного процесса сегодня в школе, либо там профессионального образования. Центр технического творчества на базе Артемовского центра дополнительного образования детей «Фаворит», как уже говорилось, стал 19-й базовой площадкой по робототехнике Дворца молодежи. И, стоит отметить, именно Дворец молодежи со своей стороны для открытия не поскупился в оснащение Артемовского учреждения. Поставлено оборудование на сумму порядка 3 миллионов рублей. Прежде всего, это роботоконструкторы, которые сегодня позволяют детям заниматься инновационным, на наш взгляд, и техническим творчеством, потому что там и программирование, и, вы понимаете, что это постоянный интерактив. Сегодня у детей Артемовского городского округа появилась не просто возможность приобрести профессиональную ориентацию, но и колоссальная мотивация к участию в различных соревнованиях по робототехнике, как на областном уровне, так и на федеральном, и даже на мировом. Константин Шевченко также подчеркнул, что помимо поставки оборудования и проведения соревнований, Дворец молодежи взял на себя еще одну функцию – это безвозмездная подготовка педагогов. Ведь отрасль робототехники очень тесно связана с IT-технологиями, которые меняются с большой скоростью. В ходе торжественного мероприятия, по случаю открытия Центра технического творчества, гости смогли побывать и на показательных выступлениях лаборатории авиамоделирования. Здесь мальчишки и девчонки с гордостью демонстрировали свои достижения. По спортзалу «Фаворита» с легкостью планировали модели различных самолетов, а на поверхности пола выписывали замысловатые траектории аэрокаты, сделанные руками детей. Стоит отметить, что в этом центре любой ребенок сможет найти для себя занятие по душе, открыть талант и, самое главное, определиться с дальнейшим выбором своей будущей профессии. Я хочу, чтобы все приходили в такие клубы, делали такие же подделки, самолеты, роботов. Вот таких кружков надо побольше, чтобы было всем интересно. Это интересно и познавательно.